вот они драфты на ваших экранах на пп залетает тускар для ноу-лимит гейминг в ответ лавана дабл пик берут дп и марсе и не закрывающий котл ну вот и тебе середина таблиц просто не ну мало кто знает мало кто знает что если котел керри ну то есть один из коровых позиций да то есть на мид или тройка да да это очень хороший герой против дп это очень хороший герой потому что у него берст весел веса уберется вторым с полом вместе очень сильно стакается идти даже до грифсов он по любому появляется вот сми да я видел вот прям профессора на котле вы выбивают травола плюс весел минуте на 12 чтобы ты понимал приходит ботинком так вот себе левые правые кемпы и да так вообще прям кайф вот и самое главное кетчеров убрать вот все что они сделали в принципе то есть война они забанили будто они собираются котлом туда идти на эту линию вот ну на в оффлейн вот но вот именно пак и эмбер это самые лучшие герои против котла в первую очередь на мид вот и поэтому я не знаю знаешь как это как пыль в глаза брошена когда вот войд в забанился ну да возможно просто по игре опасно но тут же опять же лава троне на котле может ли и анда инг так пока что он джи выглядит очень сильно и очень опасно драфт но там конечно дезераптор и дп до хорошие стабильные персонажи но вот дп действительно котлом можно законтрить марси ну посмотрим какой еще позиции это марси берут шторма то есть еще один кетчер остался идеальный вот понимаешь вот идеальный персонаж и вот и вот вопрос я хотел просто поднять краски дают эту тему то есть был шторм и был еще было еще копа ну то есть вот именно на мид кто на миде хорошо стоит и еще и по игре хорошо но шторм самый лучший по игре потом уже идет пак потом уже идет эмбер просто пак на линии вообще прям идеален да хотя не дать и на паке на паке если что треть ну то есть шифтом нельзя задолжить волну там надо быть ультра гением чтобы задолжить шифтом волну если что волна она просто широкая вот это для зрителей в основном ну и для всех коррока на широкую да 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 широкая волна и она типа когда бы ты не нажал shift где почти в девяносто пяти процентов случаев ты за тебя зацепит вот но это первый шрифт а второй шифт и не берешь до прокачки 1 2 способности в 4 поэтому на 3 ию но получается все равно free линия да то есть и вот шторм это прям может стать крипто гитом в этой игре потому что против фуриона крут против фонда инга круто у него вроде рога крут против тускара прям ну все идеально понимаешь то есть прыгун здесь просто идеальный и кажется что это первый герой должен был быть в бане да то есть не эмбер даже не пак а вот именно шторм а потом уже эмбер пак и война можно было бы даже и подоставить я думаю ну как-нибудь с божьей помощью разобрались бы вот ну ладно имеется у нас что имеется фурион который скорее всего хочет пойти в дес профит а так как и уже видно что дес профит это не мид а оффлейн и он туда и пойдет но он даем будет security ту линию для туску для фуриона вот и вот остался вопрос все-таки куда идет котел и вот лава и спортс тоже задумались потому что котл пикнулся войд забанился и внезапно забанилась там пларка да такие герои которые не то чтобы бояться котла то есть эти падают есть получается чтобы мы намекать на то что вам вдруг котел 3 все-таки тускар 4 и еще в мид что-то что шторму помешает в доту играть ласт пик в свою очередь у лавы единственное что они смогут это вот себе подобрать действительно героя в легкую но против шторма ну точнее шторма уже не поменять шторм уже пикнут но все равно на самом деле вот пока что для шторма фри игра да пока что вообще у лавы и спортс пик 80 на 20 вот чтоб ты понимал я не знаю чем нужно забалансить эту картку не знаю каким-то ну и лучше должны ли не уничтожить тогда они могут вот тут за 20 минут закончить да на котл в оффлэйне но это не уничтожить или не поэтому я здесь не ровно не смотрю не валит вот котел мид тускар в оффлэйн четверкой и но кого но ты не знаешь какого корона ласт пик возьмут вот в чем вида да то есть сейчас если ты возьмешь мидера ты хотя бы против шторма героя возьмешь какого-то в мак типа на центр вообще антимаг хороший банк если что вот прям реально хороший потому что дп ему ничего не делает шторм ну делает но не так страшно дезерптор тоже делает но не так страшно ну короче антимаг здесь есть ли еще герои которые хотят появиться против дп и шторма на керри вот реально вот теоретически то есть по донда ингом дровка тб в бане дровка морф но как же здесь неудобно играть но вот дровка морф по донда инга глядишь еще не так плохо потому что получается что шторма в миде кажется с такими героями уже не закрыть ну драгонайта какого-то пикнуть я не знаю теоретически хотя там такая контра знаешь постольку поскольку типа ним не стартовый прешер не более того вот на керри морф дровка то есть против дп сильно но прям линия сильно против дп по игре тоже сильно потому что перекачаться всегда почти можно бкб потенциально покупаешь и скади самое главное таскади вот у дровки встроенная скади полу встроенная все-таки шарт нужно покупать надо да все верно пока что против иллюзионистов еще не так уж и жестко у лавы на то есть ну такое знаешь среднее да даже хуже среднего но зато можно ласпик пикнуть лаковато легкую ну типа в иллюзионистов на керри допустим это пудж сам ну кстати да вообще прям максимально если нага допустим бы появилась сейчас на 23 то это был бы инста пудж поэтому ну точно и надо было увидеть пуджа в бане так и это это он предикта был не но вообще мы знаем но я говорил да там визаж допустим да на то на тройку по ренджа под тускар а вот но и никма вообще и нику не контрит эти четыре персонажа номиналь и я уже готов даже не видя ласт пик я готов разкинка да за лаврой скинг давать мне кажется вообще можно не париться ларка взять и она просто хочется линию не залить потому что видишь ты и сам отметил что линии бы выиграть но лимит гейминг и игра может пойти неплохая а по факту это так и есть учитывая что котел мид и если латрон нереально его тренировал потому что его на котле не видел вполне ожидаемо что снега появилась но появится да когда фарион ну да фарион фарион плюс энигма в одном пике 2 2 2 core позиции котел в миде тоже core позиция ну очень жесткий темп плюс тамба сыпется от иллюзии ноги а этой но это еще паук на ноги давно паука кстати не комментировали попался нам сюда по лаву только вот первые два дня мы их посмотрели они слушаем потом их смотрели на просто давненько это реально неделю назад было это возможно я как раз тот день отсутствовал еще да то есть я то вообще лаву давно не смотрел давай про диктец лава или energy намного лучше пику лавы пока что 80 на 20 поэтому в пользу лавы так сказать мой голос но но какой-то супер сноубол нереальнейший какой-то ноу ли мидс гейминг может их спасти как лолотроне исполнил исполнить если в соло завезет то то в соло вот а так лава я согласен да ну есть много примеров где котел ну вот котел это тоже это реально рулетка и тут просто 50 на 50 типа если котла пойдет игра будет тяжело против него играть но если у котла хоть что-то не пойдет этот герой настолько выпадает из игры он вообще настолько бесполезный если там знаешь они не делают фрагов то он собрал этот весел и бегает 0 зарядов ну прикольно чё то есть артефакт там за сколько за три-четыре тысячи до который вообще ничего тебе не дает за три тысячи но ладно это все лирика давайте посмотрим коэффициенты которые бэдбум предлагает на этот матч 135 на 2 и 9 на нлдж на матч виннера а вы друзья регистрируйтесь на бэдбум по баннер в описании получите бонус стопроцентный депозит по промокоду и 7 лава фавориты да и по драфтом на первой карте они тоже как по мне фаворит так ческоп лавил сайте стрелять от дизайн до грим суши но без raptor а погибнет ли выкачать надо дисплеер оставляет фраг еще для лампе чтобы он точку свой варт надо тоже разламывать потому что котел должен был понимать что его грим санули не просто конечно конечно в этом на краешке схватили поэтому я думаю что поддано это на смокер вар свой суши я что хотел отметить данные получается видишь какой баланс еще в драфте есть милишник старыми лишних сильный со станом с дополнительным рожь потенциалом есть у ребят из лавы да да нет кстати есть жесткая комбинация нога плюс дизраптор всегда влейте пожалуйста работает дп макро герой кстати дп кстати макро герой пока что микро пока что пропал в микро уровне кстати интересный нестандартный виндлейс от дп обычно берут в райсбэнд три танго и потом но добирают топор если надо и ты еще довозят какие-то ресурсы частично но тут какой-то виндлейс нестандартные эти 20 му спида против андайанга типа чтобы от него успевать убегать ну да возможно по счет котла кстати так вот и насчет его сноубола да то есть понятное дело что если у него веса утрывала там минута 12 он прям чувствует себя в кайфе и потом покупать себе в этом третьем этом условно бкб чтобы его не ловил дизраптор со штормом то он может здесь вообще очень много делов наделать страшно а потом там знаешь кексы вот это все там актарины и прям реально может нести большой импакт ну кстати да но с оранжа например не рассчитал я хочу лишь один момент я когда 0 хотел сказать по поводу того что котел это крутой герой за дайор я не думал что к нему придут я просто заблочит просто благо что эти это можно одним центре ком разблочить но слушай но и но но тот кто будет уже лежит центре если что ты посмотри там уже лежит центре на alt нажми там центре вард лежит да кстати это центре вард чей и написано нет это дизамана расставил третий типа чтобы свой свой раз до свои же раздевардели ну понятно понятно в общем они а это дизраптор думаешь о стране да я шучу пошутил поросил это было все ли шутка конечно же конечно же анда инка и так понимаю ну то есть отправился антричок поставил рассказал братишка я думаю что тебе заблочили так что да скорее всего да так часто делают поэтому это действительно не новость ах но пока что на центре котл 40 шторм 32 но шторма еще целая пачка в запасе 1 к прощалу крестить удобно против котла вопрос что будет у него и range атаки хорошие эти лампы сейчас вам пи много то мы же так то получать но и сам ответочку тоже пробивает улотроне неплохо характере дерется но по ботал ботал потому что я едет ему до опасно поэтому и разыгрывать часто к поеду мы на третьем сейчас хочет вор так себе взять и попытаться как-то может быть убить а кстати на придет девардить и второй тоже мы сражение туда поэтому нужно брать центре тут вот лежит на это центре кста и куда поставить а идеально идеально да сети нам донько стояла на центре к все супер два центре к снимает то есть уже можно будет попозже но главное что он сейчас прочекал из да он там пропустил пачку но он на самом деле задел себе на будущее хороший сделал опять ранджа не добивать ну слушай ну давай так ну там . такая она такая мягкая знаешь вот на котла посмотришь или такая унылая просто ты даже чувствуешь какой она унылая летит герой мне кажется вот котла в профессиональном матче можно брать только если в нем уверен только если ты на нем профессор потому что герой нестабильный это не так что там ты взял я не знаю я даже не знаю кого в профессиональном матче мне кажется в принципе не стоит брать героя на котором у тебя нет наигрыш 33 говорил сыграл 50 пабликов не получилось сыграть еще 50 пабликов все верно да тут тут надо пробивать просто знаешь эту плотину скажем так потому что иногда у тебя может не получаться не потому что герой плохой ну зачастую я бы сказал герой не самый плохой а его реализация вот но опять же есть герой которые плохо работают и не сказать что котел один из них но еду вот кто в этой игре допустим из тех кто плохо работает мне кажется что таких героев здесь почти нет ну и нигму последнее время мы отмечали что она какая-то такая стала на валью ослабили тем что вот раджа не может есть и тут у нас он дайм кстати погибает топе ого интересно чем тамбу поставил еще запушил линию джейпи и но джейпи в кайфе стоит у него 21 на 6 крипто на 350 так то но но полфри посмотрим что дальше будет я просто пытаюсь понять это замена у ребят из-за новички на пятерки обиде котла кстати убивает как он тут глимса нули на окей глимс двоечку до глимса нули я просмотрю йор играет я вот не помню такого и я тоже не по чану не играет у них пички на пятерки а видимо замена потому что посмотрел чан альтернативный его никнейм и там нет таких и просто йор еще горит беленьким таким знаешь типа как будто он ну как будто официальный никнейм вот и не пада кстати ну ладно суши что что тут можно сказать можно будет посмотреть присмотреться но думаю что замена суши науча она был никчина на центре лампе снова прогревать волатроне но и все дина и 25 на 8 пробивает волатроне как же он и вон переигрывает не просто не согласен с отсутствием бана шторма честное слово вот вообще не согласен и ну то есть я понимаю зачем там парку банили это все-таки лампе на миде на темп ларке я вот я вот сейчас начал по ним ну знаешь вспоминать то что лампе у нас под на 1 на темп ларке в медиа и против котла это прям супер уверенная игра ну все пошел котел кстати фармить и смотри какой вард над головой стоит но смокер даже до сюда дошел а сэндрин вращается достает волна 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 может быть попадет не он никуда не туда костю чуть чуть не туда видишь еще бы проверил случайно вообще было бы круто на суши но это жесткая информация по котлу 6 левел будет у шторма уже есть точнее и есть шанс умереть отроне еще раз так давай кстати на нетворс и я переключусь от учет засмотрелась на эти стаки нам семь сотен до на 8 опережает шторм ламп идет прям за товар ставит вард но сюда же есть фтп до ставится в ответ у вард от лала троне ultimate прожимается а мы еще и слышу катается узкар она за их са пытается скрыть крипом отдаться но с глимса все же и пересекает и прилетел ну достали что а еще нигма так может все так то на бот уже пойдем пушить я не знаю чего тут собрались раз но если честно не согласен с этой пашкой потому что сейчас вернувшись на топ есть шанс просто что шторм прилетит тебя убьет у тебя т.п. не будет вот это прям реально опасная ситуация ну ладно может не покажется просто да и все хотя смокер может найти мне не видно темненько-темненько слишком не получается вот час обнаружит наверное нет все равно просто контестит но зато видит хорошо котла до котла не видят шикарно это верно друзья на медиан даринг new york погиб то все еще и там буду зафармит хотя нормально он тут еще сопротивляется но времени выиграл много ресурсов выбил много но лампе забирает фраг лампе забирает там будет 4000 шторм на восьмой минуте друзья а я вам напоминаю что можно получить бонус сто процентов и сейчас получит еще бонус лампе за лалатроне лалатроне нет смокер забирает стопроцентный бонус при регистрации регистрируемся в приложении или на сайте бэдбом получаем крутой бонус при пополнении по промокоду деписи решил секса пробовать размер ее еще до промокод деписи ребята заходим да лучше посмотрите на баннер чем на нападение за совершенно не всегда же шарды идеально конечно бывает тача я думаю еще немножко ребята ну вот концентрации не хватает на еще чуть расслаблено что вот чтобы ты им посоветовал чтобы восстановить концентрацию конечно же торнадо energy я восстановил сегодня только так концентрация еще и выживаю вместе с вами ребята вот так здесь почти за их самый трасс забирает крыла успевать шкарды очки хорош но в итоге сам продал погибнет на аллатроне смоки разобрал но пошла пошла но у него к знаке хоть и транквилы но весла будет реально транквилы но ему очень те плохо было на мидии он решил видимо что транквилы это единственный выход хотя если честно тебе все равно 3 волна нужны будут я не согласен тоже опять же с этими транквилами как бы ты не терпел лучше одну лишнюю флазку кажется да ну да вот так вот себе руинить билд на топе в дракона йора нападение но тут секса подключается йор в итоге выживает еще закрываю дракела прилетать сюда лампе лампе и разобрал джейпи бежать 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 саппорт и впитывайте даблки лампе но все о чем мы говорили и так free играть для шторма он идет 601 на 10 5000 над ворсо ну ты же сам понимаешь да что три как бы это и заключается вот именно в этот им и в этом старте тоже что у него все как джейпи тоже глимсон я знаю почему и так получилось короче что он пожадничал сначала на дизракторе а потом потом не вижу out of vision и не повезло может думал что наварт побежит хоть но джейпи короче тут избежал ганга так вот вот это фри игра это и есть вот как бы вот шторм которого вначале не наказать и он как раз таки вот просто собирает урожай и вот главное чем больше урожай тем как бы больше последствия для ребят и за налоги будут вот-вот я что хотел отметить дракил был под шестнадцатым дикима ну то есть 16 силы у него был отнимал он дайвинг и короче у него было ну знаешь полосочка хп маленькая из оставалось то хп и он когда нажал один сифон четвертого ловну он за полторы секунды зарегенился на полу если что нападение на крис оставится там бану 300 здесь скорее всего сдует да папа там где пару тычек пытается дать в итоге джейпи соло с ультимейта забирают тут еще краткий вопрос имба вот мне кажется что котел с левлом может играть против ноги и может придумать многое против ноги вот прям знаешь все таки это волна и и не стоит недооценивать так что посмотрим вообще что как реализуется пока что у шторма его ноги фри игра ну и и dp которая супер этого я ну и все это еще накрывается дизераптором тоже метровым как бы тут единственной марсе да и вот немножко out of metanova в целом равна герой надо их товар чёт сейчас получит же black hole нет нет не будет вот пола его просто заберу драйк но хочет еще йора вот все 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 разошел лампе разошелся я их все говорит уничтожу никто от меня не уйдет этого сами забираете и на базу но пока что все как хочет лампе все получается у него есть еще дэшечка может быть нет но зада уже точно никуда не успеет пока что на 3 гениться чуть-чуть выбежать и вот думаю что фурион чека бы неплохо было бы один разочек убить 303 счет у него и 6000 лет ворс даже больше чем у этого прославленного шторма у которого 70 так просто так ну потому что фурион фарм ну как о чем и говорят да что прайки на старте они не такие серьезные не такой дают преимущество по деньгам как просто вот афк бить крипов хотя у джипи тоже как бы 303 он не отстает по килом ну именно по короче тоже пару фрагов есть но он крипов очевидно больше бьет 92 крипов шторма 77 сейчас 81 я бы сказал что так интересно на лампе нападение через весел ну да удачи а тут уже приходит смотрим ой какой шикарный же static шторм ставит крис даблкил соло крис эту драку выигрывает и армия вы не умереть потому что фурион летит не даст регент он собирает глим слабе но за то что там еще и регент поражал а он еще регент прожал ну вообще джипи сейчас обыгрывает просто не или посмотри в над ворс ну позже сколько же он собрал он считает что в соло этот килл заработал ну как то есть понятное дело что команда помогла да там и много урона нанесли в мидер на соки лаву дачу сколько же джипи собрал и улиста о обалдеть ну да да это вот при выигрыше до при доминации жесткой вот такой вот просто перелив идет жесткий плюс джипи получил это все один прям все все свое засолил ребят но джипи у имеет какие-то шансы выворачивать эту игру наизнанку и прям приятно смотреть что такой фурион в сбкб и молнии на 16 будет сражаться но у него все действительно неплохо далее что глимер лолотроне собирают это круто это замена бкб шки вот и скорее то что он собирает следующим этого морщик и вот хотел сказать что типа оркин нормально нормально но он знаешь когда он его купит он уже быть не актуален да вот поэтому хекс уже я думаю профит не будет а до этого момента вот глимер или бкб и будет гуччи не знаю но он еще не ваще ты посмотри после глимер отрывала стоят пока к ставал волну тут уже зарядил на него огар громила свой стан еще один заряжает но не успеет его оставать слушай началась лютая фармёжка все просто фармит но мы видим что лава большую часть карт хотя нет на бойцы тоже занимают немножко energy пространство на нижней руне драка нападение на йора в неплохая тамбас стоит ее сложно разбить нужно выходить из-под там вы ну куда слабе залетает под задувку котла маны не остается дрейк тоже так то без маны но есть мека если что накрывать все это дело статик штормом сдули и врачи ланта скатки да нормально змеемся с кого йора нет лимс иксан то что может подцепить но йора да тут заберут но смокеров в ответ сдует пошел пошел сноубол я так скажу что непонятно просто когда подключиться на года то есть у каждой аналоги свои тайминги у него сейчас есть манта он может но у него остается скилл а нет у него кстати не остается скилл-поинт на сон это я тоже знаешь одна из таких распространенных рокла ошибок да когда ты там думаешь ну все тут чуть-чуть ловла и у меня будет сон потом на тебя нападает да вот это вот смерть может очень много решить потому что у паука 181 крип на 15 минуте это очень много нельзя сейчас погибать никаким образом вот у него до крипов на полтос больше чем фуриона но у фуриона 405 поэтому немножко впереди но тут конечно сильно зарешал соло фраг на шторме да там сильно там там шесть сотен только за него насыпали так т1 на центре забрали дрейк под дракил точнее под экзорцизм психона раскидал водолона не посиделся ну как же латрон не сдувает дрейк чтобы холл хочется и колется но забирают еще и смолкера лапы должен уходить грифсы задувка ультимативно и все уловы как получается что шторм теперь вот такого вот котла не убивает у котла хороший level у котла вот весл плюс глимер у него 1500 хп вот сейчас ты его так-то шторм не берет хороший выбор очень хороший выбор у котла потом на дистанции сможет купить себе буба к башечку да то есть чтобы уже точно его не дп там никто не пробивал надо когда он станет жесткой проблемой знаешь прям вот вообще уже язвы такой в игре тогда его уже начнут убивать и тогда уже будет пока бы я думала троне на 2000 нет ворса ну что будет покупать себе тревола или все-таки ор оркит решит решит положить ну пока против шторма работать будет потому что шторм к сэндж дальше он хочет вичу блэйд и дальше хекс то есть бы кабы у него вообще не планируется хотя бы недавно фазбая стояла да и он решил потратиться вот так вот ну вот увидит его котел и может быть он уже себе оркит везет нет две части да красава будет среди орчит окей так давай посмотрим может быть как-то коэффициенты изменились на первую карту да нет 125 на лаву и все так же три с половиной на у джи вера остается в лаву а вы друзья регистрируйтесь по баннеру в описании и получите бонус стопроцентный депозит по промокоду деписи но знаешь что интересно мог так мают это при этом под карте сплитаются и но джи до звук еще в два суппорта в двух портах смог варды чтобы поставить возможно пробежать мимо иллюзии так иллюзии кстати нашли наезд жесткий на джихста дай там иллюзию уже если что с матч слоером поэтому вот не было бы матч слоера кстати он был убил их с проказа они же не работают но мейш слоер не работает но этот но как сказать но иллюзии защиту получают ну как не точнее сопротивление магии они не получают но у них есть стройные 25 процентов как есть от миш слоера ничего не дается получается только мэйну но мэйн прям очень сильный вот ну в принципе паук собирается же все-таки драться хотя я все равно не одобряю то что у него будет стоун а что так то есть это по я правильно понимаю это войстоун просто для войстоуна не понимаю то есть он не будет дальше собирать лорки да не может пойдет саранску у него стоял и понимаешь что горчит но вот а что он с ним типа но в дальнейшем потом соберет ну ладно не на в дальнейшем да я понимаю на просто тогда видишь это замедление слотов да вот он его купил и убрал потому что теперь есть vitality booster и очевидно хп важнее чем она реген она будет менять сюда там от ситуации исходя потому потому что когда тоже ему нам мады на что-то не хватит и тогда уже придется войсто он переложить ну и да и получается что в тараску возможно хочет просто неубиваемых иллюзий чтобы заставлять врагов еще больше стягиваться и рано или поздно найти драку в большинстве мне кажется что зря затягивают и ну джи матч ну у котла сейчас то что надо ему есть плюс орк орки да против него нет значит но сетка даже если попадет вероятность того что котл умрет минимально потому что он если что просто миссы даст и все надо видела и ка станет и все и хватит ну вот и сейчас надо думать надо думать потому что и на лжи так то имеют и нигму в команде котла в команде и фуриона это три мне кажется таких персонажей которые могут кайтить игру вечность и еще плюс качаться очень много вот не знаю общем кто-то со мной согласна что дальше идет тем вот процент просто ничего не происходит на карте а проценты пошли вверх что банально матч затягивается и ну драфт слева сильнее и шторм говори мне там просто рецепт у него на бкб рука улицы супер и он все-таки решил постыкая саши купить себе бкб потому что понял что противорчи да не выжить скажем да и и это правда это правда под но но вот вопрос а хватит ли демиджи вот по итогу да то есть у него будет кая саша и сразу же бкб вич блэйда нет и вот кажется что котел этим орки дом отдалил дэмидж шторма по себе не в итоге то что он будет невезумие в драке не решит вопросов где дэмэш ну я самом деле лавата да но лавы и не торопятся понимаешь они просто не торопятся ноги ну да у них типа нога как но вот нападение на кристо погоди на паука тоже через бы холова сейчас заберут прилетает лампе но поздно крис все еще живой ну статик шторм вы и должен уходить отсюда да все должны уходить смокер вы держать хорошо просто блин сейчас есть там по драке лусифон откидывает у него уже кстати на кулдауне грифсы его сдувают стоп и балл уже ла троне орчит на лампе но все уходить на рошана да что ж такое происходит понимаешь какая ситуация получается что если ребята из лавы не нападают первые его такой вот позволяют делать своим оппонентам то это при игрока для и на лжи но так-то да то есть тут решает кто первый нападет потому что андаме кисерс кастовывается уже плохо энигмы если кастует ужасно а у нее уже даггер грифсы и часть частичка бка башки даже есть и аегис джипи вот знаешь просто тип поставил ну нога это герой армированный дп сильно кирасу не боится я вот думаю они сильвер ли вот знаешь вместо кираски а потом уже подумать над кирас и следующим слотом вот я к этому больше ну типа что дима сейчас да 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 то есть и да то есть можно даже да да получается что кирас это больше на команду но может быть они рассчитывают что очень очень быстро сейчас пойдут может быть из-за этого пока что я вижу как джипи просто до убит крипов не она совершенно он же всегда может подключиться команде тут уже вопрос команда готовы ли кстати и очень очень бодренько стал к формить крипов качнул 4 дикей и это наверно один из тех первых андангов которые качнул дикей в 4 и гордо ворует одну линию вы знаешь вот он просто стоял правильно дал его толкал или талантами даже dota плюс показывает что нужно брать правый талант да конечно такая то какой смысл от перезарядки там бы если ты ее один раз ставишь и ты скорее всего файл ну да то есть что ты хоть хоть перезарядка было 20 секунд явно бы никто не брал вот не ну конечно 40 40 это уже совсем совсем уже перебор перри 35 секунд такая белка с кулдауном но он кстати не качает давнюю скиллпойнт гариджи может думает насчет солари по на то есть солари это тоже в принципе способность ничего такая ну пойдет да прикольно на хиллок кстати интересно будет ли брать себе холли локет нет холли локет это точно отменяется будет случайно наверное нет не случайно случайно два раза видимо нажалами кстати видишь вот да вот что-то с обновлением с прошлым обновлением произошло что во время нажатия в 9 дота запоминает твое нажатие как будто ну то есть вот это будет допустим уже перестал нажимать она все равно отчет назад идет то есть и в итоге получается так что ты короче уже не жмешь от пан пауз и он моментально он паузится так фаблики через раз вот ты нажимаешь паузу и твой чел моментально отжимать хотя он уже перестал нажимается он не надо да не вот короче что-то произошло что надо пофиксить валу но пока непонятно что конкретно так вот скоро парче талант левый талант левый ясно я в шоке ну минуту тиркул даун окей посмотри ждут black hole судя по всему вот крест погибает глимсанул джипе на огромную просто расстояние кого там еще подцепили а кого подцепили вон суло наладе убьет выход на лампе уже с бкб и скорее всего латроне заберет хотела латроне задумка отличный прыжок от смокера но сейчас подкилиться в латроне нужно сюда джипе даджипе покоя с гликниром решает вопрос играть куда так а там еще паук с йором сражаются йорни по шансам по ощущениям даже захилить я не успел дабл дэмэдж паук забирает а здесь еще перед этим погибла нильма реально но нога нога встретила вот понимаешь ребята перерезали через большой лес вот очень жесткая опасность когда ты такой и смотри бежишь по ну по по бровочке до карты скажем так по краю и получается что ты встречаешь оппонента вот условно шторма нападаешь на него а твоя команда бежит на пролом через лес и встречать там ногу а откуда это внезапно тогда знаешь в лесу через большой а что она делает да чего это она тут то есть типа его героя убивают внизу а что она здесь стоит а вот так вот она стоит и отрезает тех кто пришел вот это знаешь как спуджом позицию порвать да типа ты хукаешь героя и все машинально начинают бежать за ним чтобы его спасти и вот это вот там в идеальный момент там рэвидж блэк-холл чего там только не нажимается в этот момент и вот тут тоже самое да то есть позиция рвется твои тиммейты бьют там условно шторма берстят и ты бежишь к ним на помощь и у тебя нет времени отбегать ну и ты по прямой ну давай по прямой ну короче сейчас и нлд резаются должны идти да потому что там экзорцизм на кулдауне пытаться вот что-то делать потому что у вас аегис еще две минуты ну как бы куда еще тянуть то есть дальше понятно просто как как убивать все таки иллюзии наги на то есть на фурионе да и вообще на любом другом герой любви еще плюс-минус поняли счет сатаник хочет у него щит дэмиджа не будет ну да да то есть он типа планирует что он будет бить просто из-за того из-за скорости атаки и за счет молнии про к молнии но кажется что это идея звучит вот такое холодненькое здесь выхода в двойку смог также нажимают и научить снова вдвоем вот эти вот смоки 2 арки так конечно такое лампе нападает на йорк который только что развивился смог у тиммейта в двойке он стоит пачку прям под двойкой бьет против шторма странноватый парень если честно я смотрю как он играет то есть может быть он не прям знаешь не гений что он отпушивала он просто так играете в dota ну просто типа хочу отпустишь знаешь без макро а ну ладно пиксель о кстати шарды чтобы не тиммейты не пошли юрту тут такую построил шардами так вот сейчас посмотрим иллюзии до иллюзии паука 3000 хп и шторм смотреть проход молнии нормально да паре он с молниями точно пробивает правда латроне подстреливает кстати сзади он кстати и на транквиллах и на троллах ну на 2 пока на лошадь еще 4 надо ну кстати так что мы ждем еще немножечко акции ну можем представить что глиммер это не плащ да вот эти вот синие это типа знаешь тоже еще два ботинка разрезать типа посередине типа глиммер и получится два ботиночка еще таки ну ладно это визуальный образ понятное дело что это плащ все ясно вот покорачивающим зимки ботинку ботинки и это правда кстати еще лаки веточка видишь iron branch в инвентаре по ведь он у почти ну плюс что ты у него так-то статов плюс 3 а веточки тоже теперь да на 25 кстати веточки тоже надо на 25 года x2 но согласен умножить на 2 или лучше на 3 даже 1 3 честно было так йора пацану по для паука ты куски тревог древо хиллер сам себя цепляет нет ну то есть его если не цепляет он сам как-то себе приходит вот я не знаю вот парень боевой я так сказать они не закончился никакого не реализовали хорошо все по моему она по моему игра уже как бы вот все йор погибает ой хейт лайф должен вам же правильно знать но слушая на дивардинге попался то тут ничего страшного ну да в принципе объяснить это все можно хорошо давай-ка разберемся энигма black hole ольга кб через 700 золото неплохо плюс у него еще камень есть философский а меня не дам да с котлом у котла тоже кстати бкб через тысячу может быть это тот самый пик силы когда эти герои будут жить и кастовать способности и вот они вот ждут вот этого потому что форион мне кажется он уже всегда готов хотя и у него сата никто же через 500 ну качаешь просто как и что да но вот я просто к тому что типа шанс на драку ну они не верят что они сейчас победят но вот будет сатаник и 2 бкб и мы точно включимся типа вот супер давай не ну окей не звучит как бы надежно как швейцарские часы как говорится не ну да просто так то просто я не вижу другого выхода получается что все равно рано или поздно этих героев нужно подушить есть все таки лимитов уриона да то есть поздно кончается потолок у него там возникает и уже некуда слоты ложить ну и никми правда хоть молк отлавы на вот сейчас будем будет что-то решаться они на ворте что-ли вы сделали они просто скан амгему лампи в страну что он а вот как вард стоит то есть не заметили они его проходили мимо да и не ой раз внутри тумбу уже по слову гемон тамбу просветить так слип подцепили йорой джейпи бкб тп out x а ну максимум сноубол может успеть нажать до катился но здесь два саппорта не уйдут никуда но тамба конечно кек но он ее поставил зная что оппоненты придут кстати если что в варту за икста очень странный если центре поставить на гору то этот вар будет виден почему чуть левее не поставить да и чтобы ну да не и сантре не доставало ну а добывает слушать там генщик вообще ну гем смотри а получается это был прав за икста видишь не нашли вардик да все умом умещем умом прошли мимо хорошо потеряли двух суппорта в принципе ничего страшного мы их теряли всю игру не надо несерьезно вот в итоге фурион какой дэмэдж будет будет дайдалус а будь а тогда может быть после этого он брошку купить себе до чтобы пробивать физический армор ноги и возможно магии убивать а у него бы как бы уже на при файре кстати а да да там много много серьезное заряженная мне кажется и вот сейчас нужен опнутый блин кот не fly опнутый блин чтобы можно было на ноги прям прыгнуть и прям реально кого-то загасить потому что пока что паук он как бы есть но его как бы нет наш в тени прячется паутину так паучок до ждет когда добыча сама придет к нему в путь понятно вот молку теме четверо или почему и на лжи не идут они не хотят стать добычей они не хотят стать добычей ну вот кстати бкб бкб сатаник есть смог разревелился что делать юар тамбу ставить хорошо там бы поставили подсветили все действительно смокер на форсике ну куда-то не туда врыв на лолотроне от лампе бкб лампе то угол трон сейчас глухол в молоко грейпс и не нажатый котов таверне пайбэк от дизраптора что вам еще сказать слип пока бы есть если что у джи ириона да да но он хочет данька в первую очередь за блат торн забрать по неприятный персонаж садится драки он на джипи джипи это за икса простите джипи то вот улетают как же за икса разводят свой за экстас мысли разводит сатаник бкб нажал и улетел и улетел а в игре когда будем принимать участие еще 20 минут и вот ну 30 так 50 45 и все и можно дрейк дрейк облако на холдавне а зато таверна можно отправляться бесплатно читал момент еще кстати же 2 кстати лампе лампе проблем нет смотр как же он хорош но джипи бить не помнил нужен паук нужен паук а здесь вот и все паторн пока джипи джипи да что же такое происходит вы знаешь как я видел себе эти драки что фурион прилетает 1 и начинает бить героев вот так как сейчас а enigma котел и тускар сандайгом они ждут пока от фуриона захотят убить и я уверен что фурион сможет успеть нажать бкб сатаника это и отрегенится на тысячу процентов уверен иначе нет смысла вообще такого пика а в итоге уже пока котел зайдет заходит котел задувает и котел умирает вот хотел что какое-то произошло как это котел умер не пошла не пошла северной америки я видел примерно тоже те же самые события да вот не самых не у самых опытных да то есть не у первой и второй команды да вот ему 3 4 ну ладно нас тоже можно не брать в расчет потому что нас ну плюс-минус чуть-чуть лучше остальных там выступали и оценил таки фурионов об 3 такие типа я видел этих фурионов и я тебе так скажу они все почему-то появили вот почему я еще и алхимики плохо и когда работают почему-то когда у тебя миллиард слотов и ты вот прям топ-1 и ты готов жить минимум 20 секунд файте ты не хочешь за фронтлайне то есть какого идеального момента ждет фурион по сравнению с идеальным моментом enigma к примеру ну да непонятно понятно что должно произойти у меня прям сомнение что такой момент вообще может существовать в котором типа да то есть и не enigma должна ждать а фурион должен ждать какого-то момента фурион зашел будет быстро выкатил свои шесть слотов на кого-то и начал убить она нажать сетка достает достает все прощай ничего не обещай а там еще поставил но деньги лишними не бывают еще плюс 200 веселые вот не хотел бы быть этим ондангом 011 13 бывает и пошла научить что это competitive лишний раз можно было конечно же не умирать но тут сам основное все равно посыл не в этом а в том что ты против ноги играешь она там был быстро убивает марси быстро там бы убивает шторм прыгает ему вообще плевать на то что ты там был ставишь всегда vision может ремонтом в хайграунд дать ну и в итоге у короче лампе вообще хекс в инвентаре обалдеть и дабы подобрать есть но фурион он 11 все равно не разве не развалит даже с дд хотя в принципе прилетел хекс . . . . . . вор у него еще энчан тут вивер как бы энчан тут пивер много дает дамеджи ну да в принципе ты два раза ударишь да получится 2450 магического неплохо 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 что дизраптор будет вообще когда-нибудь аганим в этой игре наверно только с рошана вот покупает он себе ставов издали и будет это форста норм чо форсик йор у нас опять надо в артинге сейчас или от иллюзий случайно откиснет будет очень грустно мимо надо лотос дофармить его лотос кстати вот 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 если бы у него был первым этому лотос они вот эти вот барабаны веселые да то возможно вон от некоторых нападений нагибы да мог скейпнут смотри нога идет куда поставил трикую и какая позиция хорошая а потом еще дрейк погибает на центре это тоже драка джей пигнем санули смоки разобрали при этом и на экзорцизм развели втором соегисом позиции ведь бы переложил полетел нападение на алиса через хекс но у него кем прятаться в мире не получится ну статик чисто на зекса очень нет можно теперь базу зато бить не ну лолотроне сейчас будет сдувать он будет крипов точно сдувать доджет паук не не дожит но тяжело тяжело эту обилку это не нереально из разряда богоподобного чего-то да то есть за доджет прям идеально мне кажется ноги же есть у него лампе на джей пир развел на бкб на него тут же глимир лотус и все моментально просто глимир лоту сдается ну да вот причем глимир дает один темы да 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 дает 2 тиммейт ну ребята делают я так скажу у лавы победа тут за счет героев кстати он купил blink все-таки на ноги вот тем самым этом вместо пля я вот такую ногу я уважаю и дальше описывал и все и у него вообще здесь нету преград заканчивать игру только единственное что у него какой-то шарик там лежит лишний потерялся это подсказь может быть подъем может текст тоже хотел ну да да такая просто про запас ну просто вот типа вот ультима и торп хочу и ношу да ну да типа у меня столько денег могу себе подарок теряет вот стол ладно все равно еще 700 золота не скоро на фарме так что за две минуты там рестнице курьер купил кулаку купил барабашки все как лежит и клайка тоже в рюкзаке я не знаю может быть может пора сделать чтобы рюкзаке шмотки наполовину работали ну хотя хотя ну это вообще прям жестко вы найдут обуз где там по-любому будет работать больше чем 50 процентов но типа пускать и покупаешь и кладешь его в слот и как бы замедление работает все кайф кайф но очень прикольно сделать три полу активных слота хочешь развивайся но но зато и но я так скажу но игры замедлится как капитально ну да так но поэтому этого и не делают поэтому придумали терпеть шмотки чтобы ускорять игру так нападение на латроне развели его на бкб black hole пола ну есть у него едет пять секунд подождать не добивать его он бкб уже дерется окей тратил погибает драки в таверне байбек есть будет ли он его нажимать скорее всего нет ну и все отступать шторм летает пока на риге не соедиса но заканчиваться джипи сюда летит знать же что нет у него бкб заводил чтобы тиммейты убежали да вот он пытался но не вышло так фреон когда мы увидим гигачада я не понимаю вот когда ты станешь гигачадом джипи отвечу все так все у него уже дайдал ну да еще вместо птшки слот еще огоним еще огоним шанс еще вон шар так-то слотов еще и а еще рефрешер можно в рюкзачок да кстати бкб сатане глибнир там к дэши да там файте где-то паук в смоках на боте а он просто т3 спушил и еще иллюзии призвал и отошел хорошие позиции сейчас стоят кстати лава обцепила смокера смоки разбирают но при этом на дрейка нападение паука на паук бкб топовал а слип он отменил т.п. нет нет менял не давал дает т.п. и же письмо три нормально скритаем бьет от с иллюзиями уже тяжело все равно тяжеловато не ну что это он может но это не есть но это что отвечает учет пропал так я суд него это да 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 но это он что может но это да 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 я имею ввиду что теперь ему приходится возвращаться всегда и всегда дефать эти иллюзии а значит он всегда занят и то есть только ночь от вы 25 левел будет проще лампе нападение на джейпи кстати шторма его накрывает нам не агонимный выталкивает в итоге вас прутами но глимса 0 и обратно без байбека 90 секунд фурион в таверне смогут и без фуриона как это так так вот получилось дрейк пошел дальше драки здесь один оба дрейка то 1 драки но здесь еще зекса вперед прыгать смокер на йору нападение тут же кекс на смокер лотус на лотус кекс на кекс в лотус амбу ломаем вам бу ломаем ее разбираем месте финиш его разобирает нем тяжело но забираем все дальше же игры просто нагасить и когда нога авто тачит и собой и иллюзиями это значит что ну строение будут сыпаться просто ну момента моментом исчезать просто испаряться с карты и что могу сказать пике в котором фурион ошибся всего два раза и проиграл игру значит с пиком что-то не так ну то есть за две ошибки проиграть игру это значит что что там в общем драм все до чего-то не хватает да не очевидно что не хватает но вот и нигма ну как по мне трав был более-менее до появления нигмы я прям они даже вообще не одобряю даже если и нигма то тогда все таки вот знаешь вот с мидасом не бегает ничего отпушивать всегда одну линию и вот знаешь и вот вот гриде такая и нигма с там линка бкб аганим октарин рефрешер и там еще что-нибудь да там шестой он там блин блин капнутый да то есть вот там но можно лучше в силу и вот тогда я я понимаю как это не пособирается играть доту а сейчас я ничего не понимаю то есть она просто вот такой вот знаешь ба не добавь her не добавь her по сравнению с любыми другими баферами и и просто кем же который да сделай просто вопрос да по-любому был бестмастер в пули то вот представляешь здесь бестмастера ну да против нагрев это это при линии нет контры против юнитов вот точно имею ввиду не там до прямой контры и он при этом вот это баффер так баффер он дает тебя это коне и да он собирает доминатор он берет крема еще с аурой какой-то самые лучшие игры даже против фаворитов первого дивизиона северной америки отыгрывались бестом фурионом или бестом эсэпом если что от аутсайдеров то есть просто тридцатая минута сф с шардом с аегисом бест с бафами и просто в трон и с фурионом то же самое и а тут такого нет понимаешь тут просто какие какой-то нищий хилл понимаешь вот гвардин грифс это нищий хилл это просто вот ну типа ну что это такое ну согласись что на 10 минуте это это круто урмана трилл получается что-то такое да она она 30 это что ну просто типа ну то есть снять снять какой-то спал на себе да там типа там не знаю весел не знаю сетку снять да там оркет вот так то это уже никакой не баф ну и что реки был бы в катке он бы сказал зачем оттягивать неизбежные но пока что на смотри паук рисует все как бы жертва в клетке паутине надо добивать и сам кстати находится с маке у него еще не джагир нажимает он сейчас еще один смог на себя и заходит посмотри какой-то нападение на юра дракил бы камень и зарцизм и не мы быстренько забрали нигма с байбеком если что но не покупается пока что в пацан дайм кайца и нигма джипи пока просто бежит а у него бкб закончилась дрейк запрыгнул бы к б но все это время слип зачем никто же не бил все это время лампе залетает до ставится там ба выкидываю пауком бридж фонтану но он разложился на джипи нападения джипи забрали у него тоже есть байбек а гг пишут даже не будут покупаться ну не пытаются потому что уже слишком тяжело не получается уже ничего не получается расклеились опустили руки и отдались пауку да пауках съел что можно отметить котел может быть и неплохо может быть и неплохо но мягко говоря не такой стратегии мы наверное ждали чего-то чего-то побольше побольше травы лов пораньше больше за счет этого в итоге котел скорее всего стирал фарм и нигмы плюс помнишь он дайм к забрал себе одну линию и в итоге вот это вот нигма это только что на 43 минуте если что мы видели и нигму bkb грифсы и даггер но не 14 14 600 на творчество на байбеках на 15 тысяч должны творче 0 7 9 да и я не могу сказать что и нигма сильно виновата во-первых против нее хороший лейнер на самый лучший лейнер который может быть ну почти один из самых лучших противу нигмы есть самые жесткие крутые пики это гирокоптер и бристалбек но их сейчас никто не пикает раньше просто это было в мете когда ты у тебя знаешь слабый суппорт и ты просто один двоих можешь вынести вот обычно там под они убрался тускар тени да там вот такие герои и легко выносились то есть одним бристалбеком или одним гирокоптером но сейчас другое время и вот она нага и нага тоже очень сильно обычно нагу банят пропустили у лавы у каждого героя есть контр мув на то что есть у ноу лимитс гейминг вот undying теряется против почти всех персонажей в этой игре тускара я не знаю то есть а ну единственное что против чего тускар хорош это против глимса и то только на линии ну вот это все что у него есть я не знаю то есть их можно ли это назвать какой-то крутой опцией и нигма если бы была супер одета с агонимом с акторином нанося дэмэдж сама самостоятельно а не ждать пока тиммейта нанесут урон black hole тогда бы могла иметь вес ну и котел какой-то такой получился ну я не знаю ну да малоэффективный и все и фурион который если что ни разу на себя так и не забайтил а забайтил тогда когда был один в пятерых вот джейпи пара ошибок не смог вот я бы я бы хотел увидеть джейпи на 30 минуте просто чтобы на него напали все вот вся арава вот этого оппонента напала а и нигма пришла и сказала не стоите подождите я black hole даю и сыграла хоть раз на контр инициации и вот тогда бы возможно произошло чудо но чудо не произошло